Продолжение следует... 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 Все это, в конце концов, прямо или косвенно через почву оказывается в море. И когда мы в некоторых местах, мы отрабатывали Большую Алушту, но во время отпуска я был в том числе и в Патерийском регионе, заходим и чувствуем илистое дно, у меня извините, это же не естественная для моря ситуация. Это все концентрация отходов человеческой жизнедеятельности. Иными словами, в 100-метровой прибрежной зоне человек должен отдыхать, а не заниматься хозяйственной деятельностью. Все верно, как обозначил... Но речь идет только о нагрузке на экосистему. Это ли повод для вот этой самой борьбы? Или здесь все-таки нарушение права в прямом смысле этого слова? Право есть. Для целевого использования земли или объекта? В законе есть охранный механизм по обеспечению благ человеческих. И поэтому благо это чистая окружающая природная среда или, по крайней мере, механизмы по ее воспрепятствованию к загрязнению. И человеческая безопасность. Это ведь в конце концов все сейсмически неустойчивые зоны. О землетрясениях в полтора-два балла мы вообще регулярно узнаем. Из сообщений пошатывается мебель, качается люстра, а землетрясениях в восемь с половиной, в девять баллов, да, из произведения Ильфа и Петрова «12 стульев», вот, о том, как Ялту заново отстраивали, тоже известно. И в конце концов мало кто знает, когда это может повториться. А вот то, сколько людей будет погреблено в местах их постоянного пребывания в этой самой 100-метровой зоне, вот, это вопрос. Много таких объектов сейчас в 100-метровой прибрежной зоне на территории полуострова, условно говоря, с севера, наверное, запада до крайнего востока. Вами зарегистрировано, зафиксировано и промониторено. И что это за объекты, собственно говоря? Там же, видимо, у них у всех разновидности достаточно различные. Да, в поле зрения для изучения мониторинга попали абсолютно все объекты, да, даже включая там дореволюционные царские постройки, там, пансионат Карасан, например. Отвечают только за Большую Алушту, да, протяженность берега порядка 80 километров. Самой Алушты и вот от Порт-Инита до Семидворя, туда же в сторону Судака. Протяженность 80 километров. В земельных участках нами обнаружено немногим менее тысячи строений на них, порядка полутора тысяч. И вот о чем сказал Сергей Валерьевич, порядка 500 предположительно носят признаки того или иного характера самовольного строительства. Какие-то признаки. Первое, нецелевое использование земельного участка. Тебе выделили под спасательную одноэтажную станцию, ты же возвел на ней. А вы можете показать, да, вот сейчас в кадр? Да, да, да. Это вот, чтобы было для восприятия несколько проще. Вот, это семиэтажная спасательная лодочная станция. Здесь, я не знаю, поместится, наверное, сотни-полторы-две спасателей. Ну и там, надо полагать, там не людей спасают. Вот сейчас, что там происходит? Очень респектабельно просто станция выглядит. Это, по сути, отель. Ресторан, отель, вот, место круглогодичного массового отдыха людей. Я о том, что я говорю о нагрузке на экологическую систему, потому что не только отдыхающим этого отеля, а в итоге купаться в море, это все-таки общее достояние Крыма и его гостей. Очень распространенное нарушение, это когда вместо гаражно-лодочных кооперативов, где должна храниться там надувная и ненадувная лодка для выхода в море, вот это элементарное плавсредство там на двоих, на четверых, выйти, рыбку половить, мы видим полноценные жилищно-строительные кооперативы. Хотя, они... А вот покажите, пожалуйста. Да, хотя они, это еще довольно-таки... Значит, это гаражи? Да, гаражи для хранения лодок. Да, я полагаю, тысяча, две с половиной, три тысячи долларов в квадратный метр в итоге. И лодок там нет? Там есть люди, которые платят деньги за то, чтобы там отдохнуть в этих... Не просто отдохнуть, для круглогодичного проживания, прям уреза воды. Может, индивидуально это вообще невероятное удовольствие и наслаждение там. То есть, это апартаменты, по факту? Да, да, да. Апартаменты это выдумка в юридической терминологии. Нет, это способ продажи апартаменты. Вот, на берегу моря. По документам это идет отсек для хранения лодок. Такой квадратов на 80, 100, 120. Вот, с душевыми туалетами. И там люди круглогодично проживают. Индивидуально это, наверное, удовольствие невероятное. А вот, говоря об коллективном интересе, это, сквозь призму нарушения закона, соответствующие вредоносные последствия в долгосрочной перспективе. Это еще респентабельно. Есть полная система шалманов, да? Это на трущобы какие-то больше похожи. И тем не менее, это не... И это пользуется спросом у людей? Видимо, да, поскольку активно... И по бумагам это тоже гаражные кооперативы. Используется все верно. земля была предоставлена для строительства гаражно-лодочных, отсеков зданий. По факту же для отдыха и проживания. Ну, та же история, собственно говоря. Это вот ваши коллеги ездят в рейды и фотографируют это все? Да, фотофиксация это ровным счетом первый базовый, самый несложный этап фотофиксации. А дальше что вы с этим делаете? Фиксация. Вот смотрите, фотографий у вас действительно много. То есть факт незаконного или нецелевого использования объекта, он зарегистрирован. Чем Госкомрегистр может дальше поспособствовать в деле наведения порядка? Далее поднимается правоустанавливающая документация на землю, если такова и имеется. Смотрите, какое целевое разрешение было. Приобретенную первоначально выделено в порядке бесплатной приватизации коммерческой аренды земельного участка. И что по материалам бюро технической инвентаризации, по материалам бывшей инспекции государственного строительного контроля, по материалам, содержащимся в архивах Алуштинской городской администрации, равных и иных городов прибрежных поселков, сел, где идет соответствующая работа. Что разрешалось, а что получилось по факту. То есть нарушение закона, это второй шаг, тоже зафиксировано и отчасти зарегистрировано. Потом что? Вот эти объекты, которые вы сфотографировали, на них уже какое-то дело заведено. Да, да, да. Я разрешите для наглядности продемонстрирую итоговый результат в бумажном виде. Это три источника саккумулированной информации по принципу территориального отделения внутреннего. Там Алушта и поехали, Тамалый, Маяк, Портонит, Семидория. То есть на каждого заводите папочку, да? Приветная, там, прочие населенные пункты. Да, три папочки по каждому населенному пункту. Картографический материал, фотоматериал и, самое главное, сводная инвентаризационная таблица, где и содержится картографический материал, сводная инвентаризационная таблица, что именно. И весь нас этот материал в итоге отсылает к самому главному, это к... Я себя чувствую, как на поле чудес. Вот, одни подарки для студии. К материалу, правоустанавливающему, либо письмам-ответам, что такого не имеется. Да, у меня здесь множество папок на каждый объект. Прошу прощения за легкий сумбур, но это чтобы показать... Вот эта папка, это итоговый документ? Потому что это не шутки в виде фотографирования очередного иара залетов, съемок. Это сделано для наглядной демонстрации в масштабе, да, какова ситуация. А теперь самое главное в деталях. В деталях юридических, о чем сказал Сергей Валерьевич Аксенов и Виталий Геннадьевич Нахлопин, наш куратор. И в деталях градостроительных, экологических. То есть размер вреда, а куда отходы. И, соответственно, угроза жизни и здоровью людей в связи с тем, что строение ветхое. Конструкция, установленная, не соответствует сейсмической ситуации в том или ином квадрате. Угрозам оползней. Александр Юрьевич, ветхое, незаконное, неправильное и поэтому что? Когда это все будут... То, о чем вы сказали, то, о чем вы сейчас проговорили, это отчасти подлежит дальнейшему выяснению. А в рамках уже рабочей группы по освобождению от самовольных построек возглавляемая рабочая группа Олегович Козуриным, ведь с премьером, курирующим инфраструктурный блок правительства, и непосредственно городские власти Алушты, Ялты и... То есть правительство свой фронт работы отработало, последнее слово, за судами? Продолжает отрабатывать. По гражданскому законодательству ситуация задвоенная. Возможен и внесудебный снос, в случае если ситуация кричащая, особо опасная, либо безапелляционная, и так все понятно, чистой воды. И внесудебный будет в рамках правового поля? Безусловно. Статья 222, часть 3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Спасибо. Спасибо большое, Александр Юрьевич, за то, что находите возможность отвлечься от работы. Ее, судя по этим документам, у вас очень-очень много в госком регистре. Приехать в студию, ответить на все вопросы. Удачи вам в этой работе. Всех благ. До свидания. Мы не прощаемся с вами. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»